Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» – «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» – «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава одиннадцатая. На реке ледоход. Нет, этого Иммант не понимает. Зачем извиняться, если не сказал и не сделал ничего плохого? Прости, сестра Зелма. Так умоляюще, так покорно. А Зелма бурчит себе что-то под нос. Попробуй заставь Имманта просить прощения. Если он уверен, что не сделал ничего плохого, или, по крайней мере, не хотел сделать ничего плохого, тогда хоть лупни, он не станет извиняться, и всё. А мама? Скажи на милость, как Зелма уходит. Важно. Голову задрала. Даже не оглянулась. Не подождала маму, как обычно. Но это всё к лучшему. Пускай себе уматывает. Пускай. Его мучает только испуганный, жалобный взгляд мамы, которым она провожает Зелму. Иммант дотрагивается до маминой руки. Мам, на что она нужна нам? Смылась. Подумаешь. Пускай катится. Ты ничего не понимаешь. Иммант видит. Глаза у мамы тёмные-тёмные. Они всё ещё глядят на дверь, хотя Зелмы там уже нет, и даже шаги затихли. — Мы, сынок, должны деньги. Много денег. — Десять рублей? — в голосе Имманта почтение к такой огромной сумме. — Гораздо больше. — Миллион? Елга улыбается, но по щеке скатывается слеза. Одна, вторая. Они торопливо стекают, оставляя мокрую дорожку. Иммант щупает в кармане монетку, которую нашёл вчера на улице. — Две копейки. Он понимает, как это мало. Смешно предлагать. Был бы хоть рубль. Но рубли почему-то никогда на улице не валяются. — А жаль. — Зачем же ты у неё брала? Не надо было брать. Иммант, Иммант. Но в чём его вина? Разве любому из нас не доводилось давать советы, пахнущие нафталином, как зависевшиеся в шкафу, вышедшие из моды одежда? Даже если бы всё это Илга услышала не сегодня, а гораздо раньше, три года назад, вряд ли что-нибудь изменилось бы. Оскар только как ушёл от них. Она выплачивала долги, в которые они залезли вместе, пока строили дом. Илга, конечно, могла плакаться, поносить под лица мужа, оставившего её с ребёнком. И хотя так без стеснения поступали многие другие брошенные жёны, ей было совестно разносить по свету свою беду. Может быть, от того, что она всё ещё любила Оскара, невзирая ни на что. Илга молчала, только с каждым днём становилась бледнее и худее. — Забудь его, — говорила Валда. — Пошли сходим в кино. Выше голову, не опускаться. Илга взглянула в зеркало. Да, она в самом деле опустилась. Воротничок измятый, волосы тусклые, чулки перекосились. А сколько седых волос! Рот на исхудалом лице выглядел большим, скулы заострились. В кино идти ей не хотелось. Она могла целыми вечерами просиживать в комнате, сложив руки на коленях, и только ждать Оскара, хорошо зная, что он не вернётся. Да, ждать и платить его долги. Вот тогда-то Илга и сблизилась с Зелмой. Однажды после работы они остались вдвоём. Зелма подошла к Илге, обняла её, а Илга, отогретая неожиданной теплотой, рассказала всё. Илга ничего не просила, но Зелма на следующий день вложила ей в руку солидную сумму. «Когда сможешь, отдашь». Илга надеялась отдать со следующей получки, но не вышла. Через несколько недель она заняла ещё. Зелма была одинока, Илга тоже. Они подружились, и через несколько месяцев Илга первый раз в жизни пошла с ней вместе в молельню. Прошло три года, и всё катилось по наклонной плоскости. Отдаст пятёрку, а через три дня займёт десятку. Зелма поручала охотно, никогда не упрекала, не напоминала о долге. Только один раз, нынешней осенью, вскоре после похорон Оскара. Начала с извинений, будто и неловко об этом говорить, её тётушка разболелась, врачи советуют ехать на юг, на курорт, поездка влетит в копеечку, а... Илга испугалась, начала неловко оправдываться. Зелма поняла, не настаивала, добрая Зелма, сказала, что займёт у кого-нибудь другого. Но Илга при этом особенно остро почувствовала, что дальше так продолжаться не может, что однажды придётся расплатиться за всё, ведь она даже не знает, как следует, во что вырос её долг. Зелма улыбалась. Ничего страшного. Ни будь этого непредвиденного случая, она бы в жизни не напомнила, пусть Илга не обижается. Был этот разговор и вежлив, и мягок, и полон извинений и оговорок. Окончился он всё же очень прозаично. Илга написала расписку на 350 рублей, и потом старалась не думать об этом, по крайней мере, думать как можно реже. Никогда Илге не была так тяжка зависимость от Зелмы, как сегодня. Казалось, что все эти 350 рублей разменены на копейки, насыпаны в мешок и давят ей на плечи. Надо пойти помириться с Зелмой. Илга чувствует, что после сегодняшнего спора боится Зелмы, подруги, сестры. Почему боится, она не знает. Может быть, потому что напоминание впервые сделано без примирительной улыбки, брошено, как твёрдый, смёрзшийся ком земли. Благодарность за всё. Зелма, видно, ожидала, что она набросится на Иммонта, заставит замолчать, но Илга не хочет быть несправедливой. Иммонт не виноват, и так уж ему немало достаётся за отцовские грехи. — Иммонт, — говорит она, — иди-ка домой и жди меня, или поиграй на улице. Только далеко не уходи, не дальше сквера. Я... я немножко задержусь. Она видит, Иммонт понимает, куда она собралась. Взрослый сын, не скроешь. Илга отворачивается, торопливо уходит, чувствуя, что он стоит там же на углу и смотрит вслед. — Эх, Илга, Илга, — хочется сказать ему, как сказала Валда. — Ну разве так говорят собственной матери? — Поэтому он молча смотрит, как мама удаляется. Потом быстро, всё ускоряя шаг, бежит к Скардам. Иммонт возвращается домой, но мамы всё ещё нет. Не хочется сидеть одному в пустой комнате. Иммонт берёт Бобика, и они спускаются вниз, к Даугаве. По всей Яунбе и Лаве слышно, как на реке трещит лёд. Лучше всего звук разносится в темноте, когда ничего не видно. В полной тишине, где-то далеко-далеко вдруг раздаётся. Трах! Бум! Какой огромный колокол! Шум катится. Всё ближе. Нарастает. И вот это уже не колокол. Теперь подо льдом топочут кони. И вот уже не кони. Грохочет поезд. Погрохочет. Мчится. Затихнет. И вдруг снова тишина. Такая, что прямо ушам больно. Но ненадолго. Опять. Чу! Уже в другом месте. Ба-бах! Иммонд сидит на бетонной глыбе, оставшейся от взорванной во время войны дамбы. Он слушает концерт, который для него, позднего гостя, исполняет пробуждённое апрельскими водами Даугава. Наступает весна, думает Иммонд, а он так и не знает, как бы вырваться в поездку с Юрисом. Вот бы сунуть Эджусу целую коробку конфет. Но и Эджус, к сожалению, не волшебник. Да и где Иммонту взять такую коробку? Спасибо. Спасибо. Спасибо.